Экипаж ДПС нёс службу в черте города, в районе перекрёстка на семи ветрах. Сотрудники госавтоинспекции заметили в потоке машин подозрительный, на их взгляд, автомобиль. Toyota Sprinter остановили. При проверке документов выяснилось, что у рулевого отсутствовало водительское удостоверение, а также были явные признаки алкогольного опьянения. Да убери тебя! Тихо, не ругайся, не ругайся. Ну ты брось, ты вообще прям умничка такая, прям в шоке с тебя. Всё, хорош. Как выяснилось позже, управлял Toyota Sprinter не владелец авто. В машине, помимо нетрезвого водителя, находилось ещё двое пассажиров. Один из них оказался хозяином автомобиля. Парень тоже был под шофе. Вы были за рулём? Нет, не я. А кто? Вон в машине ничего не видите сидит. А ты почему бесправны? Что бесправ по этому ездят? А почему вы пьяные ездите вообще с этим? Кто, мы? Ну, вообще. Вот он и ездит. Ну а почему не ездит? Что, бесправ ни разу не ездили? Нет, нет. Так, покатайтесь, что-то. Для молодых людей оказалось полной неожиданностью, что их остановили сотрудники ДПС. Парням, по их признанию, оставалось доехать до места назначения всего несколько метров. Однако парней постигло разочарование. Конечным пунктом для задержанного нетрезвого водителя стал отдел ГАИ, а судьба автомобиля была предвешена. Транспортное средство нарушителя покинуло место происшествия в кузове эвакуатора. После составления сотрудниками ГИБДД протокола друзья попрощались и нарушителя увезли для дальнейшего разбирательства в ГАИ. На молодого человека был составлен административный протокол по части 3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Материал направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.